Приветствую вас! Меня зовут Светлана Остратова. И вот уже 15 лет я делаю девушек и женщин красивыми. Я работаю на марке Фаберлик и с удовольствием показываю, рассказываю, как можно, используя нашу косметику, делать абсолютно любой макияж. И сегодняшнее видео наше будет посвящено тому, как работать с проблемной кожей. Может быть у кого-то из вас или из ваших знакомых, подружек, мам, сестренок, есть такая проблема, как высыпание, пигментация, расширенные поры. И очень часто не знают, как правильно работать с этими проблемами. Это видео будет посвящено тому, как правильно и грамотно это скорректировать и как сделать так, чтобы макияж смотрелся в принципе естественно, но в то же время все было очень гармонично. Поэтому мы с вами начинаем. И первое, с чего мы начинаем любой макияж, это подготовка. То есть нам нужно провести процедуру демакияжа, ну так называемую, скажем так, да, и для этого нам понадобится мицеллярная вода, либо можно использовать для этого тоник. Обязательно уберите все остатки, возможно загрязнений, возможно кожного сала, который выделяется на коже, для того, чтобы накладывать уже основу и тональный на абсолютно чистое лицо. Для демакияжа мы будем использовать мицеллярную воду. Она прекрасно подготовит кожу к нанесению базы и у нас в течение дня макияж будет прекрасно держаться. Следующий этап это тонизирование. Очень важно подбирать тоник по типу кожи. Как правило, проблемная кожа, она же является комбинированной или жирной. Поэтому выбирая тоник, обязательно обратите внимание, для какого типа он предназначен. Наносите тоник после того, как вы мицеллярной водой протирали кожу и следующий этап это уже увлажнение. Это тоже, я считаю, обязательным этапом в силу того, что когда у вас кожа увлажнена, у вас база и тональный ляжет ровно и макияж будет смотреться очень гармонично. Если у вас на коже есть мелкие шелушинки, если кожа слегка суховата, даже при комбинированном жирном типе, тональный плохо ляжет и будет смотреться не очень аккуратно. Поэтому следующим этапом мы обязательно используем увлажняющее средство. Оно довольно легкое, как правило, всегда и при этом подготовит вашу кожу к ровному нанесению тонального крема. И переходим с вами к макияжу. Для того, чтобы кожа у нас была ровной и тональный лег прекрасно везде, на всех участках, нам с вами понадобится основа под макияж. Она называется Face Control. Она идет 5 в 1. Ее можно использовать как для нанесения на лицо, так и для нанесения на отдельные зоны лица. Так как у модели расширенные поры, мы с помощью этой базы визуально выровняем рельеф. И для того, чтобы сделать тон кожи более ровной, нам понадобится линейка корректоров, которая называется Color Correction. Они цветные. Я думаю, многие из вас видели различные корректоры либо базы зеленого, фиолетового, голубого, персикового оттенков. Они нам нужны для того, чтобы визуально скрыть недостатки цвета на коже. Глаз человека воспринимает длину волны определенную. И когда мы накладываем противоположные оттенки с цветового круга друг на друга, то мы получаем нейтральный цвет. Поэтому для того, чтобы сориентироваться, вам нужно посмотреть на цветовой круг. И те оттенки, которые находятся на противоположных сторонах, мы используем в макияже. То есть на любые покраснения, то есть воспаления, капилляры, мы используем зеленый корректор. А на любые оттенки коричневатые, то есть это могут быть круги под глазами, это может быть пигментация, веснушки, мы используем корректор лилового оттенка. А под глазками, чтобы свяжить зону и убрать синячки, мы можем использовать персиковый корректор. Поэтому эти цветные корректоры нам необходимы в том случае, если у вас на лице есть какие-то нарушения цвета. То есть не очень ровное лицо по оттенку, и мы визуально хотим его выровнять. И следующий этап, это непосредственно тон. Для того, чтобы нам не ошибиться с тоном, нужно очень грамотно и правильно подойти к этому вопросу. Тональный крем всегда нужно выбирать, исходя из того, какой потон кожи у вас. То есть бывает потон кожи холодный, такого немножко оливкового цвета, а либо сероватый потон. Бывает потон кожи теплый, бывает такой немножко персиковый оттенок кожи, либо немножко коричневатый. Опирайтесь вот на этот момент, и когда вы выбираете тональный, то смотрите непосредственно, как называется этот оттенок. То есть если у вас холодный потон, то выбирайте больше розоватые оттенки. Если у вас теплый потон, выбирайте лучше теплые оттенки. Для нашей модели мы будем использовать стойкое тональное средство, которое называется Stay On. Оно идет на водной основе, но при этом обладает очень хорошей стойкостью. И для проблемной, либо комбинированной кожи оно выравнивает хорошо рельеф, то есть довольно пигментированно. Оно при этом не ощущается на коже, то есть не будет эффекта маски, но в то же время будет очень красивый, ровный тон кожи, который будет выглядеть очень естественно. Для нанесения мы будем использовать бьюти-блендер, немножко смоченный в воде, чтобы у нас получился слой ровный, но в то же время не очень плотный. После того, как мы выровняли тон, то есть мы использовали базу, корректоры, тональный, и визуально у нас уже лицо выглядит таким ровным, красивым, и мы можем переходить в этом этапе к коррекции бровей. Как считают многие визажисты, я с ними согласна, брови – это основной акцент макияжа. Если вы до сих пор не обращали внимания на свои брови, не были у бровиста, либо сами не корректировали, то я вам точно советую начать сегодня. Обязательно нужно скорректировать правильно форму брови и использовать продукты для коррекции, которые представлены в нашем ассортименте. У нас есть прекрасные пудровые карандаши и палетки для коррекции бровей. Сейчас мы покажем на модели, как это можно сделать очень красиво, гармонично, даже если мы при этом не корректируем форму пинцетом. Посмотрите, как бровь меняет сразу выражение лица и общее ощущение после такого макияжа. У нас еще, в принципе, сделана только половина, но модель уже выглядит намного свежее и гармоничнее, чем до коррекции бровей. Поэтому обязательно скорректируйте свои брови, обязательно подберите те продукты, которыми вы будете в домашних условиях делать коррекцию. И утром, буквально за пару минут, вы можете выглядеть прекрасно, так как брови – это выражение вашего характера. Сейчас переходим с вами к коррекции глаз. У нашей модели есть немножко нависшая века, и насколько я активно делаю макияж и общаюсь с девушками, эта проблема встречается в 70-80% случаев. И бывает это такое строение морфологическое, а бывает с возрастом, после 40-50 лет, века просто становится такое более тяжелое, и, соответственно, этот эффект нависшего века, он явно выражен. Но с помощью специальных продуктов и правильной техники мы можем с вами убрать эту проблему и сделать века намного легче. Для коррекции нам понадобятся матовые тени, это обязательно. То есть для того, чтобы нам убрать нависшее века, нам нужна либо палетка для бровей матовая, либо матовый оттенок, такого натурального коричневого цвета, из любой нашей двухцветной или трехцветной палитры. Для макияжа век нам понадобятся две кисти. То есть одной кистью мы будем растушевывать матовые тени, а второй мы будем наносить кремовые тени. Мы берем круглую кисть и начинаем наносить матовый оттенок на складку чуть выше, чем наша природная. То есть нам нужно визуально затемнить вот это вот само нависание, для того, чтобы оно немножко отошло назад. Мы используем в макияже законы света и тени, и для того, чтобы нам что-то отдалить, нам нужно использовать такие более глубокие темные матовые оттенки. Для того, чтобы нам что-то выразить и приблизить, мы используем светлые, блестящие, какие-то светящиеся фактуры. Посмотрите, с помощью матового оттенка мы сделали новую складку. И сейчас будем наносить на подвижное веко с помощью кисти кремовые тени, для того, чтобы у нас как можно дольше держался макияж и выглядел в течение всего дня очень аккуратно. Следующим этапом мы очерчиваем контур глаза. Для этого мы используем коричневый каял, который можно наносить как на верхнее, так и на нижнее веко. Мы наносим его тонкой линией вдоль ресничного края и растушевываем аккуратно кисточкой, немножко увеличивая зону у внешнего уголка. И сейчас переходим к скульптурированию лица. Для того, чтобы лицо было рельефным, нам нужно использовать три продукта. Это хайлайтер, румяна и скульптур. Но мы будем использовать для этого не специальную палетку, а мы будем использовать те продукты, которыми мы в этом макияже уже пользовались. Мы возьмем палетку для бровей, в которой есть хайлайтер и прекрасный оттенок для скульптурирования. И благодаря этому вы можете с помощью одной палетки делать макияж бровей, макияж глаз и скульптурирование лица. Очень частый вопрос, куда наносить хайлайтер и скульптур. И сейчас мы вам покажем на модели. Хайлайтер нужно наносить на височно-скуловую зону, вот на эти части выступающие. Зона над губой, можно на кончик подбородка, если подбородок не выступающий. То есть на те зоны, на которые падают блики обычно. Когда, например, попадает солнце и выступающие зоны высветляются. А скульптур мы наносим в подскуловое пространство. Если хотим, например, слегка уменьшить нос, да, на кончик носа можно нанести, можно наносить на нижнюю часть челюсти для того, чтобы визуально сделать лицо более четким. Румяна наносим на зоны яблочек, то есть когда улыбаемся на выступающей части и вытягиваем их к виску. С помощью румян мы можем очень классно скорректировать лицо. То есть мы можем его либо немножко вытянуть, если у вас лицо, например, круглое или квадратное. Либо немножко можем горизонтально нанести румяна и сделать лицо более гармоничным и приблизить его к овальной форме. При выборе оттенка румян есть основное такое правило, которое нужно придерживаться. Теплохолодность оттенка румян и помады должны совпадать. То есть если вы используете, например, теплый румяна, то у вас на губах должна быть помада теплого оттенка. Если вы используете холодного оттенка румяна, то помада должна быть также холодного оттенка. Тогда все вместе это будет смотреться очень гармонично и будет лицо выглядеть свежим. И переходим с вами к ресницам. В качестве туши мы будем использовать тушь XXL из коллекции Skyline. Она дает шикарный объем и подкручивает реснички. Так как у нас у модели века нависшая, с помощью ресниц мы также слегка скроем этот недостаток. Мы наносим тушь как на верхние, так и на нижние реснички. В несколько слоев, но это должно быть все очень легко и невесомо. Так, чтобы не было склеенных ресниц, так как это смотрится неаккуратно. Переходим к коррекции губ. Для модели мы будем использовать корректирующий карандаш и блеск для губ. Для того, чтобы блеск смотрелся насыщенно и долго держался, мы нанесем карандаш по контуру и заштрихуем полностью всю поверхность губ. Это хорошее правило, благодаря которому цвет на губах будет держаться в течение всего дня. В заключении подведем итог. Мы сегодня работали с проблемной кожей. А для того, чтобы макияж держался долго и смотрелся натурально, мы использовали базу под макияж, цветные корректоры, стойкое тональное средство. Скорректировали брови с помощью палетки и карандаша. На веки нанесли матовую палетку для коррекции нависшего века. Кремовые тени, которые служат прекрасной базой под сухие. И благодаря чему долго будет держаться макияж на веках. Тушь на нижние и верхние реснички. Очертили контур лица с помощью хайлайтера, скульптора. Освежили лицо с помощью румян. И на губы нанесли блеск и скорректировали их карандашом. У нас получилась прекрасная модель, которая выглядит намного свежее, чем была до. И, соответственно, благодаря тому, что сделали гармоничный макияж, не видно проблем, которые были изначально на коже. Из широкого ассортимента декоративной косметики Фиберлик, каждая может для себя подобрать те продукты, с помощью которых можно делать прекрасный макияж каждое утро. Радовать себя и окружающих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова